Потому что был еще до этого случая в начале, наверное, на мае, то женщина купила цыплят на какой-то фабрике там, и они все умерли, по сути говоря. Когда она позвонила и сказала, мы деньги не вернем, и трупа нам не надо. Она должна быть чистой, ничего не должно бегать. Все должно быть, чисто, идеально, чистая кожа. Я вообще в шоке, когда мне сказали, сколько стоит цыпленок, который уже больной. Не буду говорить, я бы, наверное, озолотилась от таких цыплят по такой цене. Я бы сразу бросила работать. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Вот у нас сегодня чуть-чуть дождались, прошел маленький дождик, чуть-чуть похолодало. Надо заниматься и тем, и тем. Ну, не могу же я вас оставить, как говорится. Сегодня поговорим о том, что лучше покупать. Курицу, уже трехмесячную, фабричную, или маленького суточного, ну, минимум двухсуточного цыпленка. Я расскажу просто свой опыт, свое мнение и свои знания, которые у меня уже накопились. Начнем с тех кур, которые продают на рынке. Это продаются фабричные куры, им 3-4 месяца. Это, как говорится, берем шило в мешке, потому что мы с вами не знаем, пропаивались они, вакцинировались. По-хорошему они должны вакцинироваться. Потому что пропойка – это уже лечение, коксидиоз, тоже соминилиоз. Есть разные вакцины при хороших фабриках. Все должно проходить поэтамно. Там где-то проходит около 12 вакцин. Но в наше время это только сказки. Покупаем неизвестно что, покупаем сразу с болезнями, и не можем потом с этим справиться. И никто не может справиться, ни я, ни кто-то еще. Потому что птица внутри развивается, болезнь постепенно. Сейчас даже если заводчики продают, у меня просят продать курочек, но у меня нет таких масштабов продавать уже взрослую птицу. И продают обычно, вот я говорю, вот эти перекупы, как я скажу. Если они ночь поночевали где-то в холодной... А вот я про свой регион говорю, у нас сейчас очень холодные вечера, холодные зори, то птица уже заболевает сразу. Конечно, удобно. Вы купили уже большую птицу, не возиться с цыплятками, ничего. Через 2-3 месяца она, может быть, занесется. Никто не сказал, что она занесется конкретно и вся. И не надейтесь, потому что птица формируется по-разному. Если птице уже заложено заболевание или какие-то генетические сбои, которые передались от родителей, птица не занесется никогда. И вам придется в любом случае делать отбраковку, к этому надо быть готовым. И быть готовым к тому, что все равно падеж может быть. В любом случае, жалко и не жалко. У нас в этом году, я сама-то не покупаю птицу, цену узнала 650 рублей. Трехмесячный вот этот вот перекуп с фабрики. Я была в ужасе, конечно. Покупают они оптом не за такую цену, а нашим подают вот за такие сумасшедшие деньги. Они не несут никакой гарантии. Потому что женщина у нас покупала, и почти что всех, что она купила, через неделю все ушли в мир иной. Она пришла, сказала им претензии. Они говорят, мы только привозим претензии все к фабрике. Вот, видите, тоже большая очень проблема в этом, что никто ни за что не отвечает. Если они там суют какие-то пропойки, по сути говоря, суют и за деньги, они даже не знают, от чего эти пропойки. Люди выпаивают птицу, сами не зная от чего, сами не зная от чем. Потому что они несут ответственность. Им вообще без разницы. Они, вы продали им, они вам продали. И, как говорится, все. У нас прямо ездила по улице машина с этими птицами в клетках вот так слоями. Просто один, жара стояла, один был борт открыт, был тент. И бедные там, они, во-первых, поллининые, какие-то замурошные. Ну, не знаю, тут, кажется, хозяин-барин, других просто нет. Вариации по-другому есть негде. Вот только берут вот так. Но, мое личное, какое-то мнение, лучше повозиться с цыплятами. Хотя вот сейчас звонила женщина, и с цыплятами проблема большая. Цыплята за большую цену, вроде бы породистые, но уже сразу с изданными и заболеваниями. И уже сделать ничего нельзя. Предъявить этим тоже ничего нельзя. Цыплята, проданные, возврату не подлежат. Потому что был еще до этого случай в начале, наверное, на мае, то женщина купила цыплят на какой-то фабрике там, и они все умерли, по сути говоря. Когда она позвонила и сказала, «Мы деньги не вернем, и трупы нам не надо». Вот такие у нас ответственные заводчики. Давайте посмотрим еще на что обратить внимание. Когда вы покупаете, не забывайте. Тихо! Не забывайте. Вы платите деньги. Ну, что-то хоть можно спросить с тех, кто это продает. Потому что это иной раз даже птицей нельзя назвать. Ну, вот у меня представитель орловской породы. Все-таки, думаю, петух. Он один у меня в яйце получился. И на ней было одно яйцо. Нам давали тут поместные. На что обращаем внимание? Во-первых, можно купить старую курицу за молодую ноги. У молодой птицы всегда желтые ножки, желтые, белые. Чешуечки все ровненькие. Когти маленькие. Даже по когтям можно определить птицу. Насколько у ней возраст. Шпор еще нет. Где-то только в зачатках. Глаза. Прямо уберите курицу каждую. Смотрите. Глаза должны быть чистые. Нигде веки не набухшие. Из глаз ничего не должно. Ни из глаз, ни из носа. Здесь все должно быть сухо. Обязательно. Переворачиваем. Не боимся. Попка должна быть чистая. Видите? Все чисто. Никаких этих, никаких изъянов, никаких залипок, никаких подтеков. Попа должна быть чистая. Все. Пух должен у молодой птицы быть. Вот видите, какой прямо. Ни залежи, ничего. Еще. Берете фабричную птицу. Тихо. Тихо. Тихо, мой хороший. Берете крыло. И вот здесь под крылом, сразу под мышкой, смотрите паразитов. Видите? Здесь она легко. Она должна быть чистой. Здесь ничего не должно бегать. Все должно быть чисто. Идеально чистая кожа. Много проблем. Заносится птица. Пухоеды. Вот. Пироеды, пухоеды. Все, что есть там, ладно. Клещи. Потом вывезти. Это нереально. Так что вот, если вы берете, даже 10 курочек, пересматривайте их. Не дают они вам эти смотреть. Идите у других, смотрите. Вы платите хорошие деньги за птицу. Сейчас очень хорошие деньги. Я вообще в шоке, когда мне сказали, сколько стоит цыпленок, который уже больной. Не буду говорить. Я бы, наверное, золотилась от таких цыплят по такой цене. Я бы сразу бросила работать. Вот. Так что это вот так. Это вот, когда берете подрощенную птицу. Вот это мумия. Март. Март, апрель, май. Два с половиной месяца вот этому красавцу. Думаю, что Петька пусть останется. И видите, у меня тишина. Петухи-то не кукарекают. Сегодня утром проснулась. А тишина. Никто. Это вот куры несутся. Убрали старых петухов. Я практикую, как говорится, это каждый год. Я убираю старых. А вот молодые у меня уже вот соединены. Молодые будут у меня уже, как говорится, работать на сезон. Я оставляю в этом году лименских. Но лименскую породу я сниму еще ролик. Конечно, родители были лименские. А дети смесь бульдова с носорогом. И вот теперь перешли мы к моим цыплятам. Видите, они у меня в парнике балдеют. Почему я лучше думаю купить цыплят? Пусть вы с ними повозитесь. Да, лето, конечно. Но если вы не дачники. Дачникам, конечно, удобнее все-таки брать уже птицу, которая занесется через два месяца. А если вы живете в своем доме, и у вас есть возможность воспитывать их круглый год, то лучше, конечно же, цыплятки. Найти хорошего заводчика, добросовестного, ну, очень тяжело, я говорю. Многие вот звонят, просят, но уже спасти просто нереально. Потому что первые три дня, даже первые пять дней, но самое важное, это первые три дня после инкубации. Да, инкубация проходит, цыплята вылупляются, но никакого дальше злига нет, никакой продуктивности, никакой несушки вы не получаете. Цыплят лучше всего брать на вторые сутки. На первые сутки еще не сформировался костяк, они сами себя могут повредить. Ну, только если вы рядом там совсем живете. Вот, на вторые сутки. Почему все-таки на вторые сутки? Вы успеете сделать, посмотреть, как цыпленок развивается с первых вот этих дней. Потому что первые сутки растасывается желток, он еще в коматозе такой, особо ничего не ест, особо ничего не пьет. Полдня это точно, он лежит. Вот, и потом вы уже сможете смотреть, каких вы цыплят купили, больные ли они, не больные. Потому что постепенно, день за днем, они вы будете видеть. Вот я обычно даже у себя на кухне, когда вывожу, начинаю рано, сажусь и смотрю. Это называется живой телевизор у меня. Как они кушают, как они двигаются, как они копают. И вы сможете что-то успеть предпринять. Потому что, когда уже берется большая птица, то уже, как говорится, ничего особо нельзя сделать. Уже получаются генетические изменения. И если птица переболела уже бронхитом, то продуктивность все равно теряется. Все-таки это птица. Да, с ними придется повозиться, как говорится. Ну, вот видите, они у меня тут на самообеспечении уже сиди. Сиди, не кричи. Петухов в этом году намного больше, чем курочек в пометах получается. Сиди. Это вы мой красавец. Петька будет по голосу. Вот. Что-то вы сможете сделать. Как говорится, маленькие домики отгораживайте, они быстро остут. Но зато вы получите действительно птицу, которая должна будет нестись. Но, говорю, единственная проблема с заводчиками. Это вообще сейчас и яйцо халтурное, и заводчики, когда идет поток. Это мы когда начинали... Сиди. Сиди, сейчас пойдешь. Когда начинали. У нас же девушка занималась на фаянсовой. У нее она и на выставке ездила, и выводила на ногу. У нее большие инкубаторы. Было очень много цыплят. Когда очень много цыплят, пойдешь, в любом случае будет. Что бы вы ни говорили, чем бы мы их не пропаивали. Потому что они и сами себя травмируют. И всегда бывают какие-то слабенькие. И у меня бывают слабенькие. Это зависит от самого яйца. Вот. В любом случае. Я склоняюсь. Вот. Лучше взять, конечно, цыпленка. Но тяжело, говорю, найти и фабрику. Вообще сейчас птицею очень тяжело. Что с птицей, что с зайцами. В любом случае. Найти хорошую, здоровую птицу по продуктивности тяжеловато. Все-таки взять маленьких. Пусть побегает лето. Они у нас выдержатся, как говорится. Осенью вы уже начнете получать октябрь-ноябрь яйцо. И на следующее лето вы будете с яйцом. Потому что птица еще будет молодая. Можно ее еще держать 2,5-3 года. Там посмотреть, где-то что-то будет от браковка. У вас получится и мясо, петушки. Если вы же возьмете, все равно цыплят. Потому что редко кто продает. И я если продаю, я продаю всех. Я не определяю, мальчиков или девочек. Или берете, или нет. Так что вот эта проблема сейчас очень большая. Поделитесь, пожалуйста, сколько стоят в вашем регионе вот эти перекупные куры. Куры, я их буду называть так. И цыплята. Потому что цены, конечно, аховые. У нас цыпленок где-то идет 120-100. Вот так, трехдневные, четырехдневные. У нас тоже много занимается цыплятами. Я продаю только вот чуть-чуть и под заказ. Потому что действительно огород, работа. Физически просто не успеваем. Всем надо уделить внимание. У всех вычистить надо. Всех покормить надо. Вот. Так что ищите, пытайтесь. Может быть, найдете тех заводчиков, которые действительно... Но говорю, когда идет большой объем, в любом случае падешь будет. Ну, это ж не пять цыпляток выкормить. Это когда идет сотня тысячи. Вылуп яйца с ними уже не так обращаются, как тут каждого выкладываешь, каждого смотришь. Вот видите, тут вообще прелесть. Они у меня тут копаются. Зато там помидор весь в пыли возле них, где они у меня чистятся. И вот они у меня целый день. Тут сейчас сегодня прохладно, не открывало. Как говорится, вот отдала им пол парника. Лучше повозиться вот так вот. Они выросли. Во-первых, будут развиваться. Вы будете видеть, как они сами развиваются. Что вы им можете пропоить, что можете дать. Сразу, как говорится, вносить кальций, чтобы хорошо усваиваться, чтобы мышцы росли. И получите здоровую, крепкую птицу. Ну что, тут, как говорится, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Будут вопросы, задавайте. С удовольствием вам отвечу. С удовольствием.